Роберт Вано – знаменитый чешский художник, которого знают во всем мире. Он работал в Париже и Лондоне, в Милане и Нью-Йорке. Его снимки печатаются в таких известных изданиях глянцевой индустрии, как «Вог», «Эль» и «Космополитен». Работы мастера часто можно увидеть на различных выставках. Брест стал четвертым по счету белорусским городом, куда привезли его вернисаж. До этого он побывал в Витебске, Минске и Гомеле. Главный козырь фэшн-художника – техника платиновой печати. Снимки создаются при помощи соли и дорогостоящей платины. Каждый отпечаток изготавливается вручную и существует в единственном экземпляре. Это придает работам особую ценность. Когда я его спрашиваю, почему работаешь таким стилом, он всегда говорит, почему люди хотят кататься в Мерседесе и не на трабанте. Поэтому он это считает самым интересным видом фотографий, которые можно использовать, чтобы фотографии были красивые, четкие, чтобы цвета играли вместе. Экспозиция, разместившаяся в выставочном холле гостиницы «Эрмитаж», носит название «Избранное из платиновой коллекции». Открывшийся «Эрмитаж» продолжает цикл работ, посвященных 20-летию налаживания дипломатических отношений между Чехией и Республикой Беларусь. Каждая работа индивидуальна по-своему. То есть, если даже фотограф захочет, мастер, сделать фотографию, одну и ту же фотографию дважды, они будут отличаться, потому что данная техника печати не позволяет повторить одну и ту же работу дважды. Выставка проходила не только в городе Бресте. У нас, благодаря нашим коллегам из посольства, мы ее провели в Минске, мы ее провели в Гомеле, насколько я помню. Но ввиду того, что, скажем, дипломатический статус Чехии представлен здесь, в Бресте, в виде почетного консульства, мне было очень приятно поучаствовать в процессе, скажем, открытия этой выставки или возможности ее проведения именно здесь, в Бресте. В экспозицию вошли 28 снимков из более чем 200, сделанных чешским художником за два десятка лет. Портреты и натюрморты, пейзажи и фотографии в стиле нюм. Работы очень напоминают карандашные эскизы и тем самым помогают лучше передать широкий диапазон тонов, настроение съемки и характер героя. Посетители вернисажа получили немало впечатлений от увиденного. У каждого сложилось собственное мнение о технике работы мастера и о представленных работах в целом. Мне понравилось большинство работ и некоторые работы просто запали в душу, действительно, потому что на фотографиях действительно ушло передано настроение, и когда смотришь на эти фотографии, действительно ощущаешь все это настроение. Особенно очень понравились портретные работы. Та же девушка с шляпой, это просто восхитительно. Я на футовыставке художника Робетова получила очень хорошее впечатление, позитивное, потому что здесь представлены работы, на которых есть портреты, люди, красивые лица, природа, цветы. Так что воскресный день очень приятно получить такие позитивные эмоции. Спасибо организаторам, что они заботятся о том, чтобы брещане могли культурно отдыхать в воскресенье. Помимо фотографий, чешский мастер сегодня активно занимается благотворительностью. Он снимает известных в Чехии людей, а вырученные деньги отдает тем, кто нуждается в них. Не так давно он отправил средства людям, пострадавшим от наводнения, в Бангладеш. Возможность насладиться работами из платиновой коллекции Роберта Вано и принять участие в благотворительности у жителей города над Бугом еще будет. Выставка, организованная посольством Чехии, продлится до 27 июня. Вход свободный.